Всем большой привет! Итак, сегодня мы с вами поговорим про мой заказ от компании Avon. Ну, начнем. Начнем, наверное, с губных помад. Я купила две губные помадки. Одна моя любимая линеечка, которая называется Prisma. Где? Она приходит в коробочке. Avon Prisma. Сливовый оттенок, вот такая темненькая. Вот так выглядит она на сводче. И я надеюсь, вам видно, не видно, что в ней есть мелкие-мелкие такие блестки. Они тоже такого розового сливового оттенка. Но, как я понимаю, в этой помаде меньше всего блесток, чем в остальных. Я любитель этой линейки. Сейчас вам покажу. Ну, практически все у меня есть. Практически. Остались, наверное, какие-то... У-у-у! Уронила. Какие-то нюдовые. То есть, вот, у меня их достаточное количество. Это все Prisma. Одна упала, еще одна вот здесь. Вот новенькая. В общем, люблю Prisma. Ничего с собой поделать не могу. Так. А что у нас упало? Мой любимый красный. Скандал упал. Дальше. Еще одну помаду я заказала. Ну, в общем, как? Я ее вскрыла. И, знаете, вот мое прям удивление. Значит, я думаю, Марк. Я вот такую помадку... Она... Вообще у меня такой помады нет. Это первая с этой линеечки. Она, значит, была зафольгирована. Ну, ладно. Уже куда-то выкинула. Я, значит, знаете, так открываю, и я понимаю, что, ну, типа, да ладно, думаю я. Ну, то есть, я, ну, реально, ты такое заказала? Потом, через несколько секунд, я думаю, ну, наверное, да. Ну, я себя знаю. Я знаю, что я могу, как бы, по импульсу, по настроению что-нибудь, как заказать такое, знаете. То есть, такой помады у меня нет. Ну, на самом деле, на губах она чуть-чуть светлее смотрится, поэтому примерно оттенок такой у меня есть. Но вот такой темный у меня никогда не было, если смотреть вот именно как в стике, да. И я думаю, ну, может быть, и заказала, решила, вот такой у меня нет. И я решила заказать. Я вчера ее носила на работу. Сегодня на работе я полезла в косметичку. Она у меня осталась на работе вчера. И я, значит, знаете, задумалась. Я вспомнила, что я не ту помаду заказывала. То есть, мне эту дали. Это либо, ну, то есть, я через подружку, да, заказываю. То есть, либо это она заказывала. Либо у нее кто-то заказал вот эту помаду. Либо она, ну, то есть, она перепутала их, отдала мне. А мою, возможно, кому-то отдала. Либо моя просто у нее лежит. Она не знает, чья это помада. Ну, в общем, нужно решить этот вопрос. Нужно ей позвонить. Эту, конечно же, я уже оставлю. Ну, пускай будет. Но я заказала матовую помаду, которая у нас такая в стальных, знаете, в футлярчиках и в золотых. Вот я заказала вот эту новую в стальном футлярчике. И оттенок я заказала Statement. Вот такой. То есть, он у меня был по пробнику. Я его прям хотела. Вот такой оттенок я на самом деле заказывала. Матовой помады. Но пришла мне вот эта. Где? А я ее даже не нанесла, да, вам? Значит, пришла мне вот эта помадка. Вот такая. Ну, они как бы все плюс-минус, да? Но все равно разные. Так что вот такие две помады у меня получились. Одну заказала, а вторую... Ну, нет. Просто вот мне пришла. Что еще заказала я в компании Avon? Это была маска для лица. Это тонизирующая маска для лица. Сияние Востока с экстрактом белого чая. Это маска-пленка. Планета СПА. Была по очень хорошей, значит, скидочке по 99 рублей, по-моему. Ну, в общем, взяла. Нужно сегодня, кстати, воспользоваться. А то я беру маски. Ну, я вам уже рассказывала. Купила, поставила. Через год выкинула. Ну, все, как будто я, это самое, омолодела или покрасивела, да? Ну, в общем, нужно прям пользоваться. Ну, и еще, что это были, конечно же, ароматы. Так, один аромат это... Вчера вам показывала Артистик Парфюмерс, да? Амбра. Значит, у нас в линеечке вышли два новых аромата. Амбра и Уд. Уд, я боюсь эту нотку. Уда у меня есть уже в коллекции два. Это Уд от Арифлейм. И снятый аромат от Эйвен. Это Премьер Люкс Уд. Я решила, что как бы на мой век хватит с меня Удов. То есть, больше я брать Удовые ароматы не буду. То есть, действительно, это не моя нотка. Я ее, ну, прям побаиваюсь, так скажем. Ну, я решила, что амбра, безобидная амбра, наивная, подумала я. И заказала, не глядя даже в пирамидку. Ну, тут сама виновата. И я заказала вот этот амбровый аромат. Ну, флакон красивый, такой солнечный. Такой медовый, такой, ну, красивый, красивый оттеночек. Очень мне понравился. А Удовый он такой какой-то, знаете, в темно-темно-серый. Как будто бы черный, да, такой разбавленный. Красивый тоже флакон. Значит, амбра. Ой, наношу на себя вчера. И я понимаю, даже еще позавчера, да, по-моему, я забрала несколько дней назад. В общем, на силу. Сегодня в этом аромате пошла на работу, чтобы хорошенько его прочувствовать и с вами обсудить его. Но, честно говоря, это не мой аромат. Это совсем не про амбру. Это вообще не туда. Для меня это аромат лекарственный, травный какой-то. Знаете, аромат мне даже немного напомнил про Удовый, как раз-таки парфюмы. Потому что здесь есть какая-то вроде пронзительная такая свежая нота, очень навязчивая, очень раздражающая меня, неприятная лично для меня. Ну, в общем, я в этом аромате сегодня была. И, знаете, я в нем себя некомфортно чувствую, потому что я понимаю, что от меня, ну, воняет. Нет, и я себя некомфортно чувствую, потому что я прохожу, и я понимаю, что сейчас вот я прошла, а люди, может, знаете, прямо обернулись. Ну, вот мне такое ощущение, что типа от кого так воняет. Вот, значит, он какой-то такой, не знаю какой, он, он касторовый, травный, какой-то он лекарственный. Но, знаете, вот Уд, может быть, с чем вот схожесть Уда, древесность и лекарственность. Но Уд немного по-другому звучит. Но здесь лекарства имеются в виду травы, какие-то вот прям травы я слышу. Ну, вот прям вообще не мое. И шлейфовые стойки. И нанесла я его, наверное, пшика-два, чтобы просто не громко было. И я чувствовала его долго, прям долго. Вот часов 6-7 он прям, ну, громко так на мне сидит. Я пришла домой, он на мне еще сидел. Просто я уже здесь нанесла Уд, там себе, да, пробничек. И как это все так немножечко перебилось. Но вообще аромат громкий. На что же он мне напоминает? Ну, вот какие-то, вот он не пахнет касторкой, не пахнет какими-то микстурами, да. Но общее такое впечатление, вот что-то такое неприятное. Вообще не мое, травное. Ну, прям фу. И, конечно же, давайте зачитаем пирамидку. Вверх аромата это гвоздика, корица, черный перец, кардамон, слива мирабель, бергамот. В сердце жасмин, корень ириса и белый дурман. И в базе амбра, бензоин и пачули. То есть это вообще, если честно, для меня не про амбру. Теперь я понимаю, что это за нотка свежая такая, знаете, которая вам сверлит мозг просто. Не совсем приятно. Это гвоздика, корица и, наверное, кардамон. И вот все это вместе. Но это должно быть пряное. Я люблю пряные ароматы, но что-то здесь мешает. И я не понимаю, что. Может быть, это тот самый белый дурман или это бензоин. Я не знаю, что. Я не слышу здесь, по сути, ни пачули, ни амбры. Пачули, ну, может. Ну, не знаю. В общем, аромат не мой. Абсолютно не мой. Ну, пусть сказать стоит, что уж делать. Флакон таки ничего. Красивенький. Пусть стоит. Возможно, он настоится. Возможно, на более теплое время года он не будет вот звучать такой пронзительной ноткой. Вот эти вот специи. Может быть, они более будут такие, знаете, растворяться. Может быть, как-то поприятнее это все будет. Потому что гвоздика и кардамон, и вот это вот все, видимо, меня душит. Кстати, я его одевала вчера на прогулку с собакой. Это было где-то, наверное, ну, 11-12 часов вечера. И был у нас не то чтобы дождик. Но, знаете, когда срывается снег, очень-очень редко, мало. Но у вас плюсовая температура. И это то ли дождь, то ли снег. Но на щеке это все у меня подтаивало. И я понимала, что это, ну, как бы не снежинка, не град, не льдинки, а больше похожая на дождь. И, в общем, такая атмосфера была. На улице очень влажно. И вот самые вот те специи, они куда-то ушли. То есть не так ярко я их слышала. Я больше слышала в цветочную нотку составляющую, да, вот, то есть жасмин. Ну, жасмин такой тоже, знаете, очень яркий, такой мощный. Ну, мне кажется, не все смогут носить тот жасмин, который начал появляться, когда угасли уже, да, там, кардамон и гвоздика с корицей. Ну, в общем, вот так как-то пока у меня с этим ароматом не очень слаживается. Все, дружба. Ну, возможно, будет, будет видео мои разочарования парфюмерные. Итак, давайте следующий аромат. Это у нас ут. Вот ут я боялась, да, я боялась ут, и я поняла, что это самый приятный ут пока что на данный момент, который я тестировала. Ну, как, сейчас он тоже очень как-то травно, очень, что там, давайте зачитаем, мускатный орех, черный перец, белый перец, это верх, значит, сердце, кассабланка, лилия, то есть не просто вам лилия, у лилия она кассабланка, ваниль и гвоздика, и база ут, амбра и пачули. Ут слышу, но совсем чуть-чуть, слышу я черный перчик и мускатный орех. В общем, аромат, ну, пока так вот он тоже какой-то, знаете, не очень приятный, но когда идет сердце раскрытие, аромат очень, ну, он приятный все-таки, да, он приятный, он заявлен как унисекс, ну, естественно, что мускатный орех, кстати, часто добавляют в мужскую парфюмерию. Черный перец тоже все-таки это мужская парфюмерия больше, да, чем женская, но бывает, но очень-очень редко. В основном нам добавляют розовый перец, вот. Значит, вот эти все перченые нотки, лилия, слышно гвоздика, гвоздика, да, здесь слышно, но гвоздика, она заявлена в сердце, но я ее слышу в старте. Потом как-то гвоздичка, она подрастворяется и появляется ут и амбра, и вот, и вот он аромат становится очень, если брать в описание, что это аромат про ут, то это очень бархатный, нежный ут, негромкий, такой достатный. Ну, он и не тихий, он бархатный, вот он действительно очень приятный, аромат спокойный, аромат даже немного грустный какой-то, но эта грусть, знаете, она во мне тревогу какую-то, да, там не создает, не навевает какие-то такие эмоции, а грусть такая вот, ну, какое-то такое вот даже не грусть, а умиротворение, в общем, очень такой интересный аромат, хотела ли я его бы себе, ну, наверное, все-таки нет чем, да, возможно, когда-нибудь куплю себе 10 миллилитров, это вот максимально, потому что для меня он не унисекс, вполне себе женский, ну, я понимаю, почему унисекс, да, возможно, но для меня он женский, носибельный, приятный, уютный даже, лучше бы я ут взяла, чем амбру. И, знаете, теперь я задумалась о том, что я побоялась взять ут и решила, что амбру я нормально воспринимаю, возьму себе амбру, но моя ошибка, нужно, конечно, было читать пирамидки, ну, хотя здесь тоже мускатный орех, я не люблю, вот в плане мужской парфюмерии ненавижу мускатный орех, очень часто его Фаберлик, кстати, используют в мужских парфюмах, вот не люблю мускатный орех, черный перец, ну, у меня был как-то черный перец в парфюмерии в женской, ну, такое себе, белый перец, опять же, гвоздика и амбра, если бы я прочитала пирамидку, скорее всего, я бы не заказала этот аромат, ну, и, конечно, я бы не заказала амбру, если бы я вообще прочитала, что там корица, гвоздика, кориандр и, ну, нет, ну, куда, не знаю. Ну, и, в общем, знаете, я подумала о том, что вот у меня есть два аромата с первого запуска, да, от этой линейки, это магнолия и это пачули, и я поняла, что эти парфюмы все, в общем-то, все они не звучат так, как они заявлены именно по названию, то есть это очень ошибочное, такое было мое мнение вообще заказать амбру, потому что написано амбра, да, потому что здесь пачули, например, для меня это просто шикарные деревяшки с цветами, но раскрывается на мне это все чисто деревом, дорогущим, высушенным, вот знаете, как называется дерево, когда, ну, не труха, труха она рассыпается, а когда деревяшка, она не рассыпается, она плотная, но при этом она очень сильно высушена и она очень дорогого сорта, да, вот дерево, прекрасный аромат, прекраснейший, уютный, классный, да вот чуть ли летом я его не носила, я прям его обожала, ну, вот, например, магнолия, ну, мне пахнет больше какой-то зеленью, и это все очень-очень мыльно, мне понравился этот аромат, мыльный, зеленый, свежий, громкий, шлейфовый, на лето, превосходный, но это мало мне лично напоминает аромат магнолии, если честно, и здесь то же самое, я вот решила, что я возьму амбру, но здесь вообще, как мне кажется, не про амбру, здесь про какие-то специи, в общем, он такой какой-то из старины что-то, такое что-то странное, неприятное, это больше про растения какие-то, про какие-то лекарства даже, заваривать, пить, лечиться, вот что-то, знаете, вот про это, и, соответственно, ут я боялась, и ут, ну, приятный, ут намного мне больше понравился, чем понравилась, чем мне, чем амбра, так, вот такие, значит, у меня новинка, не знаю, что буду делать, но я надеюсь, что летом он раскроется по-другому, потому что, ну, может быть, угомонится гвоздика и кардамон, и корица, корица нормальную, корицу я нормально воспринимаю, есть корица, гвоздика и еще куча-куча таких специй, это снятый аромат от фаберлик, как он там называется, аромиата, аромиату я просто обожаю, там специи теплые, обволакивающие, очень такие уютные, а здесь, в этих специях есть вот такая свербящая, свежая нотка, которая как раз-таки мне и напоминает вот такой, знаете, зубодробительный, свежий такой акцент, удовый даже немного, да, то есть вот что-то есть, я бы этот аромат больше назвала удовым, если честно, но это не про ут, но вот такое общее восприятие, чем вот этот, который про ут, он очень, он не такой яркий, этот прям кричащий аромат, ут он такой на полутонах, очень уютный, спокойный, такой, знаете, вот для, для просто, для дома, возможно, для каких-то посиделок, там, каких-то, знаете, погружений в себя, что-то осмыслить, подумать, вот так я этот аромат воспринимаю, то есть прям на какое-то торжество или куда-то, я бы его, конечно, не одела, он немного не дотягивает, но вообще, вообще, если абстрагироваться и не брать в расчет то, что этот аромат просто не подошел мне, а определять его просто по флакончик красивый, звучание на самом деле интересное, не избитое звучание, это абсолютно не Эйвоновский аромат, вы никогда не подумайте, что это аромат Эйвон, это, знаете, такой селективчик, вообще, вот эта линеечка, да, это такой селективчик от компании Эйвон, в этом смысле они, конечно же, молодцы, создают неплохие ароматы, потому что я уверена, что этот аромат, ну, тоже кому-то нравится, кто-то от него балдеет, кто-то не слышит вот эту нотку, которая раздражает меня, кто-то слышит что-то, может быть, там, другое, более приятное, да, там, дурман, какой-то там, корень ириса, ну, пудровость, да, какая-то здесь есть, даже корень, он дает немного горечь, наверное, ту самую, может быть, прохладу, я не знаю, вообще аромат прохладный, но очень-очень такой, знаете, вот аж действительно дурман там как будто бы есть, потому что у меня от него дурно, в общем, такой аромат, и еще один аромат я заказала в компании Эйвон, это мой повтор, Эйвон лайф калор, кинзотака, да, так скажем, вот у меня есть, значит, и флакончик, это я в запасике себе приобрела, аромат простой, аромат простой, и он очень понятен, аромат прохладный, аромат цветочный, очень-очень, вот очень простой, здесь есть моя любимая магнолия, которая немного шику, конечно, придает, вот чисто из-за нотки магнолий, но вообще очень простецкий аромат, значит, малина, груша и магнолия, малину я не слышу, то есть вот здесь вообще нет сладости, как по мне, я слышу, возможно, грушу, но опять же какую-то такую зеленую грушу, очень водянистый аромат, цветочный, вот он не красного цвета, но никак совсем, он такой какой-то, знаете, прозрачный, но при этом у аромата неплохая стойкость, неплохой шлейф, и так как он, ну, приятен, он прост, но приятен, то есть если не смотреть на цену его, что он стоит обычно, там, 1200 или 1500 рублей в ценах каталога, если не брать это, а просто вот вам дали, и вы им пользуетесь, да, так скажем, то я думаю, он многим понравится, он повседневный, достаточно приятный, при этом свежие цветочные, и при этом у него есть стойкость, это тоже хорошо, да, то есть его обновлять на себе лично, я не собираюсь, я так не делаю, то есть он хорошо держится, поэтому я взяла себе, естественно, в запасе, по хорошей цене, пускай будет, вот, такое у меня было видео, что вы думаете по поводу амбры, напишите, кто-то понимает, о чем я говорю, кто-то слышит какую-то вот такую неприятную, противную даже нотку, которая просто высверливает мне мозг, вот действительно, сегодня я с ним была на работе, и мне некомфортно, этот аромат, ну, он не сложный в носке, сложный в носке, например, для меня от Арифлейм, первые часа два, вот прям сложно, прям аж тошнит, здесь мне не тошнит, но вот еще чуть-чуть бы и да, знаете, но неприятный в носке все равно, мне неприятно, мне некомфортно, потому что мне кажется, что люди, когда я мимо прохожу, они думают, что от меня воняет, ну, то есть вот для меня вот это что-то такое немного вонюченькое, вот, в общем, такое у меня было видео, всем большое спасибо за просмотр, всем пока-пока!